Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Аделья Шамилова. Наша команда подготовила для себя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. С официальным визитом в Казанский федеральный университет прибыл советник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. Казанский университет посетила делегация японской префектуры Исикава. Четыре научных журнала КФУ вошли в базу данных, индексируемых с КОПУС. 23 августа министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Катюков посетил объекты Казанского федерального университета. Об этом более подробно мы расскажем вам в следующих выпусках. А теперь к другим новостям. В рамках мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills с официальным визитом в Казанский федеральный университет прибыл советник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. Он осмотрел медицинский кластер, центр прецизионной регенеративной медицины, а также объекты университетской клиники. Подробности в нашем сюжете. Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills стартовал 22 августа. Ректор КФУ принял участие в церемонии открытия WorldSkills 2019. Проведение в Казани чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills привлекло в столицу Татарстана множество известных людей. Среди них Андрей Фурсенко, помощник президента Российской Федерации и экс-министр образования и науки России. С деятельностью Казанского университета он знаком не понаслышке, однако новые грани открываются при каждом визите. В этот день ректор КФУль Шадгафуров продемонстрировал гостю готовность к открытию научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины. Создаваемый центр станет связующим звеном между исследовательской и клинической частями ВУЗа для наиболее эффективного трансфера технологий по ранней и сверхранней диагностике онкологических, инфекционных, иммунных и редких заболеваний. Методов генной и клеточной терапии различных заболеваний человека, в том числе социально значимых. Новый элемент в структуре КФУ будет включать центры клинических исследований с круглосуточным стационаром на 25 коек, отделение малоинвазивной чирургии, травматологии и ортопедии, гастроэнтерологии и нейрорабилитации. Стратегические партнеры центра Рикен, Уэлл Корнелл Медисин, Юниверсити оф Нотингем, крупные частные инвесторы, индустриальные партнеры. К слову, отдельно в рамках визита рассмотрели итоги работы российско-японского центра КФУ Рикена, возглавляемого Олегом Гусевым. Начавшийся с проекта и научно-исследовательской лаборатории экстремальной биологии, он перерос границы стран и континентов. Такая, что у нас здесь есть 100 местная лаборатория из Японии, в Японии у нас есть официальное подразделение, которое работает на благо России. Полученные технологии максимально быстро проникают в практику, хотя уже сегодня университетская клиника находится на острие медицинской науки. Длительный процесс переоснащения, обновление инфраструктуры и ремонта завершается. И уже без дополнительных объяснений становится видна структура оказания помощи, где проблемы каждого пациента решаются индивидуально. А выбранное лечение в полной мере отвечает принципам персифицированной медицины. Все это показали также на примере работы хирургического корпуса и поликлиники университетской клиники КФУ. В рамках визита в главном здании Казанского университета состояла встреча с одаренными студентами Татарстана. Основной темой для обсуждения стал проект по формированию республиканского центра «Выявление поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи республики Татарстан» по модели образовательного центра «Сириус». Встреча строилась по принципу открытого диалога между ее участниками. Диана Шилова, Леонардо Блесьяров, Виолетта Басова, Универ Ньюс. КФУ посетила делегация японской префектуры Исикава во главе с генеральным директором департамента планирования и развития правительства префектуры Исикава господином Такаеши Ката. О том, как это было, смотри далее. Казанский университет посетила делегация японской префектуры Исикава. В ходе визита состоялась встреча представителей префектуры с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым и проректором КФУ по образовательной деятельности Дмитрием Таюрским. Делегация префектуры Исикава во главе с генеральным директором департамента планирования и развития правительства префектуры Исикава господином Такаеши Ката прибыл в Казань для посещения мероприятий мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan 2019. И этот визит стал хорошей возможностью для проведения очередной встречи представителей префектуры с руководством Казанского федерального университета, посвященной перспективам развития сотрудничества. Именно в префектуре Исикава находится один из ключевых партнеров Казанского университета в Японии – университет Канадзава. На сегодняшний день вузы ведут совместные исследования в области физики низких температур, ванфлековской парамагнетики, ядерному магнитному упорядочению и физике квантовых жидкостей. Кроме того, взаимодействие распространяется и на реализацию целого ряда программ сотрудничества между Россией и Японией в сфере подготовки лидеров будущего. В ходе сегодняшних переговоров акцент был сделан именно на этой стороне взаимодействия. Господин Токаеши Като откликнулся, обозначив, что сегодня есть возможность предметно обсудить развитие обменных программ для студентов-бакалавров, изучающих японский и русский языки. Так, уже в ближайшие дни в рамках программы в КФУ приедут 35 студентов из университета Канадзава, а в ноябре – наоборот – в Японию поедут казанские студенты. В свою очередь Ильшат Равкатович упомянул, что языковые программы, о которых идет речь, включают в себя возможности налаживания академического обмена среди не только студентов, но и школьников. А поскольку в структуру КФУ входят два лицея, эта сторона сотрудничества также представляется весьма актуальной. Лилия Талипова, Лев Халиулин, Виолетта Басова, Универньюз. Скопус – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы со встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23 700 изданий, в том числе Казанского университета. Журнал Казанского федерального университета Russian Mathematics стал первым математическим журналом среди изданий российских вузов, вошедших во второй квартиль базы данных Скопус. Каждый журнал, входящий в Скопус, попадает в один из четырех квартелей. От первого – самого высокого, которому принадлежат наиболее авторитетные иностранные журналы, до четвертого – самого низкого. Так, с помощью системы квартелей можно объективно оценить качество и уровень научного издания. Как принято в мировой рейтинговой системе, существует система распределения изданий по их популярности и, соответственно, попадания в тот или иной квартель. Первый и второй квартель – это считается, вообще говоря, самым топовым. И вот то, что журнал, который называется Russian Mathematics, попал во второй квартель, это, в общем-то, говорит уже о многом. Это означает, что журнал этот высоко цитируется, и статьи, которые публикуются, читаются, и они очень, ну, будем говорить, очень в пределах, так сказать, математического мира популярны. Стоит отметить, что Russian Mathematics – не единственный журнал Казанского университета, который вошел в базу данных, индексируемых Скопус. Всего их четыре. Среди них – Лобачевский журналов Mathematics, Магнитный резонанс, Образование и саморазвитие и Russian Mathematics. Это один из индексов успешности и продвинутости нашей науки. Есть Скопус, есть Web of Science, и те статьи, которые публикуются и индексируются в изданиях, входящих в эту базу, они, ну, считаются, что это достаточно высокий научный уровень. В принципе, у нас этот уровень Казанский университет демонстрирует уже длительное время, и с каждым годом мы все больше и больше публикуемся в Скопус. И попадание научного издания, учрежденного Казанским университетом в эту базу – это тоже один из признаков успешности и продвинутости нашей науки. Присутствие в базе Скопус открывает перед изданием широкие возможности в плане привлечения к сотрудничеству ученых с мировым именем, а также расширения круга потенциальных читателей. Включение в международные базы радикальным образом повышает заметность университета, а также его позиции в рейтингах. Лилия Талибова, Виолетта Басова, Универньюс. 22 августа министр образования Эстонии Майли Репс прибыла в Казанский университет со знакомительным визитом. Гостя посетила Музей истории КФУ и смогла ознакомиться с богатой историей вуза. Подробнее смотрите в следующем сюжете. 22 августа со знакомительным визитом в Казанский федеральный университет прибыла министр образования Эстонии Майли Репс. В рамках визита гостя посетила Музей истории КФУ. Проректор по внешним связям Ленар Латыпов провел презентацию Казанского федерального университета. Рассказал о богатой истории вуза, его структуре и приоритетных направлениях развития. Гостя с интересом прослушала экскурсию и познакомилась с основными вехами высшего образования в Казани, а также узнала о выдающихся выпускниках и преподавателях Казанского университета. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok